В целях недопущения угрозы быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории России глава государства Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочие с сохранением заработной платы. Таким образом, для большей части населения выходные продлятся с субботы 28 марта по 5 апреля включительно. Исключение составляет структуры жизнеобеспечения, органы власти и СМИ. Отделения о многофункциональных центрах, находящихся в городе и поселке Искателей, не будут принимать посетителей с 28 марта по 5 апреля. Всю информацию вы сможете получить от сотрудников колл-центра по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Будут усилены работы колл-центра МФЦ, в котором все жители Ненинского округа смогут получить консультацию по вопросам предоставления государственных услуг с использованием регионального портала государственных муниципальных услуг. Также в колл-центре расскажут достаточно детально и подскажут, как можно получить уже услуга, которая заказана через Росреестр, еще там ряд услуг. Напоминаю, что колл-центр будет работать в высеченном режиме ежедневно с понедельника по пятницу с 9 утра до 17 вечера. То есть по всем возникшим вопросам, просьба прощаться туда, там вас всегда проконсультируют и подскажут, как получить уже зарегистрированную услугу, либо как услуга, если бы не была еще оказана, как можно подать заявку на эту услугу через портал госуслуг. Также Павел Окладников рекомендовал по возможности отложить плановые посещения в места скопления людей. Что касается работы аптек, то они продолжают свою работу в прежнем режиме. На следующей неделе, несмотря на выступление президента, мы будем работать в прежнем режиме, потому что мы социально значимый объект. Режим работы будет у нас как по будним дням с 7.30 утра до 23.30 и по выходным с 9 утра до 9 вечера. То есть мы работаем в прежнем режиме для населения. В целях профилактики вирусных заболеваний настоятельно рекомендуем вам провести незапланированную выходную неделю дома. Берегите себя и своих близких. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал Север.